Меня зовут Анна Тарсаакова, я являюсь куратором цикла лекций в музее. Мы сегодня проводим уже четвертую лекцию. В какой-то момент добавили еще дополнительные фонды к нашей серии «Сложные темы, сложная помощь». Сегодня мы, мне кажется, проводим лекцию на самую сложную тему, при том, что они все сложные, сравнивать, скажем так, степень трагичности с другой, бессмысленной не хочется. Но то, что касается вопросов, связанных с работорговлей в 21 веке, кажется каким-то совсем, абсолютным словом, тем не менее. Я представляю вам Веронику Тимону, которая является координатором фонда, собственно говоря, мне, на мой взгляд, безопасный дом – это фонд, который мне лично в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о вопросах, связанных с такими людьми, с проблемами, которые может решать и, по крайней мере, браться за решения. Это коммерческий сектор. И очень приятно, что вы вообще существуете. Как человек, который занимается миграционными проблемами, я не могу не порадоваться, что коллеги вообще существуют на этом свете, потому что мы вообще все очень тесно связаны, к сожалению, миграционная тематика с вопросами рабства. Проходите, пожалуйста. Тут есть еще один стул в начале, и сейчас дойдемся. Спасибо вам еще раз. Мы сейчас пойдем в какие-нибудь дополнительные студии, не бойтесь всех поместиться. И у нас примерно такой, скажем так, регламент. Самое главное – закончить в 9 часов вечера. А вот до этого, в принципе, мы можем так эвакироваться. Я тогда оставляю у вас уже минуты сохранить. Спасибо большое, Анна, за такое вводное слово, мне кажется, важное. Добрый вечер всем. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо организаторам вообще огромное за возможность выступать здесь сегодня на такую тему. Тема действительно такая сложная и часто не очень желательная, скажем так. То есть не везде, не все места и подобного типа цикла лекций готовы включать подобную тематику. Поэтому я очень рада и благодарна за то, что у нас есть возможность сегодня здесь об этом говорить. И не случайно, что это как раз Толстовский центр, потому что в творчестве Толстого была отражена тема тоже. И я очень надеюсь, что вы пришли сюда с какими-то вопросами, хотя я тут вижу некоторые знакомые лица, коллег, которые тоже интересно пришли, видно тоже с какими-то вопросами. Я надеюсь, что вы не зря проведете это время, что это не только будет какая-то информация, которую вы узнаете, а что это что-то изменит в вашей жизни. Потому что тема действительно очень актуальна и говорить про нее нужно, говорить про нее нужно больше. И я предлагаю такой формат, потому что мне очень много что есть рассказать. Я подготовила презентацию. Я бы, наверное, сначала рассказала то, что у меня есть, и потом мы бы оставили время для вопросов. Поэтому я вас прошу по возможности, если у вас будут возникать вопросы, как-то их фиксировать. И поскольку я могу на них ответить в процессе, и если вдруг они останутся в самом конце, тогда у вас будет возможность их задать. Начну, наверное, с того, что расскажу о себе вообще, почему я здесь рассказываю об этом. Я с 2003 года уже больше 15 лет работаю в этой теме, занимаюсь предотвращением торговли людьми. И могу сказать, что за этот период, уже больше 15 лет, очень много что изменилось. В 2000-х годах был такой более оптимистичный период, конечно, в отношении этой проблемы, в том, как на нее реагировала. Общество, как на нее реагировало государство. В 2003 году был ратифицирован такой один из основных международных документов, Палермский протокол Российской Федерации его ратифицировала. И в связи с этим тут происходили какие-то действия, которые давали такую надежду, что эта тема найдет должное освещение, понимание, что это будет происходить. Ну и в частности, что было сделано? Была создана такая межведомственная рабочая группа, в которую входили представители, в том числе органов власти. Было проведено единственное вообще в России за все время большое федеральное исследование проблемы. Был написан законопроект и было внесено две статьи в Уголовный кодекс. После этого еще что-то происходило. В частности, в период с 2006 по 2009 был открыт первый единственный реабилитационный центр для пострадавших. И идея была такова, что этот центр станет такой некой моделью для России. То есть действительно создавалась модель специальная для России оказания комплексной помощи пострадавшему торговлю людьми. Но, к сожалению, в 2009 году этот проект завершился и не было найдено возможности выделения денег, потому что это достаточно большая часть бюджета. А деньги не нашлась, а возможность выделить почему? Потому что не был принят закон против торговли людьми, и он до сих пор не принят. И Россия вообще одна из немногих стран в мире, которая до сих пор не признает значимость этой темы и не предпринимает никакие попытки рассмотрения законопроектов и принятия этого закона. То есть, для примера, даже все страны СНГ имеют такой закон, даже Туркменистан имеет такой закон. В 2016 году Туркменистан его уже второй раз пересмотрел и утвердил. А вот в России закон даже не был рассмотрен, к сожалению. И в 2009 году, когда завершился последний такой крупный международный проект, вот как раз в рамках которого был этот реабилитационный центр создан, я с коллегами остались в таком вот понимании проблемы, насколько она актуальна для России, и без возможности вообще что-либо делать. И тогда мы начали осуществлять свои проекты и основали свою организацию. Фонд «Безопасный дом», который я сегодня представляю. Давайте перейдем сейчас к проблеме тогда. У меня будет презентация, как я сказала. Презентация будет состоять в основном из картин. От остальной я буду рассказывать. Это такой для меня опорный материал скорее. И сразу приношу извинения, что картинки в основном будут на английском языке. Я буду стараться переводить. Почему это? Потому что это в основном социальная реклама, которая создана в других странах. К сожалению, в России пока достойной социальной рекламы на эту тему очень мало. Поэтому у нас нет русскоязычных материалов, на которые можно было бы опираться. А просто их переводить, оставляя те картинки, тоже не очень имеет смысла. То есть нужно создавать что-то свое. Мы пока своего нет, используем иностранное. Как вы обратили внимание, у нас несколько такая провокационная тема заявлена. У нас мы поставили вопрос, сколько рабов работает на нас. И нам очень нравится такая постановка этого вопроса. Потому что мы убеждены в том, что тема торговли визме, она касается каждого из нас. И каждого из вас. И если у вас есть какие-то сомнения по поводу этого, как это вас касается, я надеюсь, что к концу нашего сегодняшнего мероприятия вам станет понятнее, как это касается вас и как зависит от вас, чтобы этого было меньше. И я сразу хотела еще, наверное, сказать такую важную вещь. Потому что у нас тут в названии темы используется два термина. Используется термин «рабы», как есть такое понятие «современное рабство». Иногда называют торговлю людьми «современным рабством». И понятие «торговля людьми». И что здесь важно? Мы предпочитаем не использовать такие слова, как «рабы» и «рабство», потому что они носят такой очень серьезный эмоциональный оттенок. Когда мы говорим «рабы», нам начинает казаться, что это какая-то такая проблема историческая, которая осталась в далеком прошлом, что она касается людей только из определенных стран, либо это что-то, что уже давно не существует, запрещено. Но на самом деле это не так. Проблема существует до сих пор, она стала даже более серьезной, она модифицировалась, изменилась. Ну и вот такая у нас первая картинка, на которой написано, что рабство было отменено больше, чем 150 лет назад. Тем не менее сейчас рабок больше, чем когда-либо в истории человечества. И вот возвращаясь к тому тезису, что я сказала, что мы предпочитаем не использовать термин «рабство», мы предпочитаем использовать термин «торговля людьми», потому что он больше отражает существующее положение дел. Потому что когда мы думаем о рабстве, у нас какие ассоциации приходят в голову? Что это какие-то люди особые, которые находятся в неком особом положении рабов, которые, может быть, были рождены рабами и так далее. Если мы в интернете, например, начнем искать какие-то картинки на тему рабства, либо в торговле людьми, кстати, тоже, обычно какие картинки сразу находятся? Google предлагает поиски картинки с наручниками, с цепями, с кандалами, с какими-то вот такого рода картинки сразу находятся. И, к сожалению, это очень искажает восприятие проблемы, потому что современная проблема торговли людьми совершенно вообще не про это. Никаких цепей и кандалов уже не используется давно. И важно понимать, что термин торговли людьми почему более подходящий, потому что он состоит из двух частей. Это не существительное, не название, не ярлык, как слово рабы или рабство, а это определение, состоящее из двух слов. Торговля людьми – это действие, которое может быть осуществлено с любым человеком. И тоже надеюсь, что в процессе я расскажу подробнее, почему торговля людьми может произойти по отношению к любому вообще абсолютно человеку, никто не защищен от этого. И здесь вот еще одна такая картинка, тут контур африканского континента, и написано, что людьми принято считать, что рабы вообще изначально из Африки, но это на самом деле не так. Вообще из Африки люди, которые в итоге были сделаны рабами. Но это к тому, что рабами не рождаются, и абсолютно любой человек может попасть в ситуацию торговли людьми, в ситуацию современного рабства. По поводу того, какие масштабы этого явления. Очень много лет считалась, была такая распространенная цифра, что в мире 21 миллион человек находятся в ситуациях современного рабства. Как-то эта цифра была уже такая общепризнанная, принятая на слуху. Цифра эта считалась международной организацией труда, и более-менее все эксперты соглашались с ней международной. Но какое-то количество лет назад появилась австралийская организация, которая называется Walk Free Foundation, и они предложили использовать другую методологию подсчета количества людей, которые находятся в ситуациях торговли людьми. И они посчитали, и насчитали 46 миллионов. Цифра, естественно, в два раза больше, чем цифра, которая была предложена до этого международной организации труда, из которой все соглашались. И что произошло дальше? Дальше эта австралийская организация вместе с международной организацией труда решили объединить свои методологии и посчитать, сколько же на самом деле человек находится, и почему у них такие разные цифры получаются, как они считают. В итоге это достаточно сложная система подсчета, но она абсолютно не секретная. Существует такой сайт, он так и называется Global Slavery Index. Вы можете туда сходить и посмотреть. Там очень подробно написано, как эти данные собираются, анализируются, на основании чего эти цифры в итоге высчитываются. В двух словах могу сказать, что высчитываются они по внутренним показателям, которые предоставляют сами страны на международном уровне, и также по внешним показателям, показателям миграции и схожих проблем, которые так или иначе влияют тоже на количество случаев торговли людьми. И там очень интересно, на самом деле, это вот как раз карта, которая взята с этого сайта, и все страны на карте выделены каким-то цветом. Там такая шкала цветов от белого до такого ярко-оранжевого. И важно понимать, что торговля людьми касается абсолютно всех стран мира. Нету страны мира, в которой нету случаев торговли людьми не зарегистрированы. И это как раз показывает, что это проблема не каких-то там бедных регионов, бедных стран, либо стран, у которых там высокий уровень населения, либо какие-то еще социально-экономические проблемы. Это действительно проблема, которая касается абсолютно всего мира, абсолютно всех стран. Но поскольку у стран есть разные возможности решения, естественно, цифры и показатели разные. И вот тут по цветам как раз страны различаются. Вот белые цвета – это у тех стран, у которых меньше всего. Это не значит, что у них нет этих случаев. Они есть, но их меньше всего. И вот чем темнее становится такой оранжевый цвет, тем выше количество человек, находящихся в ситуациях торговли людьми в этой стране. И в России, по последним данным, эта цифра стала 794 тысячи, хотя до последних двух лет, два года назад, она еще составляла 1 миллион. 1 миллион – это как раз та цифра, которая была получена в том когда-то федеральном исследовании. И она больше никогда не проверялась, поэтому других показателей нет. И поэтому сказать о том, насколько эта цифра правдива, нельзя. И почему она снизилась, тоже тут есть разные, на самом деле, теории. Но точно никто сказать не может, поскольку никто это не проверял, не перепроверял. И в целом, вот если опираться на эти цифры, считать их какими-то такими более-менее соответствующими реальной ситуацией дел, уже внутри этих цифр тоже считают какие-то тенденции. Ну и в целом большинство организаций соглашается, что большинство человек, находящихся в ситуациях торговли людьми, это наиболее уязвимые группы, это женщины и дети, и по некоторым данным до 80%, даже больше 80% пострадавших составляют именно женщины и дети. И тоже еще важно понимать, что торговля людьми может происходить на разных уровнях. Есть торговля людьми, которая происходит, осуществляется в рамках одной страны, в рамках одного региона, даже в рамках одного населенного пункта есть такие случаи. А есть торговля людьми такая транснациональная, когда людей перевозят иногда вообще за десятки тысяч километров, очень-очень далеко с целью эксплуатации. И в связи с этим есть такая тоже международная классификация, все страны делят на страны происхождения, страны транзита и страны назначения. Страны происхождения – это страны вывоза, из которых обычно людей вывозят. И чаще всего сюда относятся такие бедные страны, у которых очень много социально-экономических проблем, когда люди не могут найти работу, когда очень низкий уровень жизни. И, естественно, очень высокие показатели миграции, потому что люди стремятся выехать и соглашаются на различные предложения. И среди этих предложений могут оказаться предложения преступников, связанные с торговлей людьми. Страны транзита – это те страны, через которые людей провозят с целью эксплуатации, причем не эксплуатируют в этой стране, это именно транзитные страны. Это связано обычно с такой слабостью границ, когда в эту страну можно въехать достаточно легко и из нее потом, например, выехать. То есть преступники используют разные схемы, иногда людей легально переправляют, иногда нелегально. Но транзитные страны – обычно те страны, в которых есть нарушения, связанные с какими-то миграционными процессами пересечения границ. И последний тип стран – это страны назначения, в которые ввозят и в которых эксплуатируют людей, в которых есть, скажем так, спрос на определенные типы услуг, для которых этих людей туда привозят. И что интересно, конечно, есть какие-то страны, которые являются только странами вывоза, есть страны, которые являются только странами ввоза, есть страны транзита. Россия в этом плане тоже отличилась уникально. Мы являемся страной и вывоза, и транзита, и ввоза. И если из России вывозят обычно все-таки людей в более развитые страны, в страны Европы, в страны, ну, кстати, в страны Ближнего Востока, очень много людей вывозят из России, но вообще из России людей вывозят вообще абсолютно по всему миру. Вот уже за 15, более 15 лет работы зафиксированы случаи выявления российских граждан, пострадавших от торговли людьми, более чем в 50 странах мира. То есть, на самом деле, по всему миру самые далекие у нас были пострадавшие из Гондураса. То есть, в принципе, страны, которые по уровню развития не сильно выше России, но достаточно далеко транспортировали, достаточно большие вложения преступники вложили, чтобы людей туда перевезти. В России чаще всего ввозят людей, ну, как нам многим известно, из стран СНГ. И у нас очень большой поток людей ввозится в Россию из стран Азии, в частности, из Вьетнама, из Филиппин, и еще больше из стран Африки. И среди стран Африки у нас лидирует Нигерия. Главным образом это девушки, которых привозят с целью сексуальной эксплуатации. И по данным посольства, вообще из Нигерии каждый месяц в Россию приезжает 300 человек. Каждый месяц. Мне казалось, что это большая цифра такая миграционная, пока я не узнала, что в Италию приезжает 2,5 тысячи каждый месяц только из Нигерии. Но из Италии это они потом распространяются по всей Европе. То есть, в принципе, такой миграционный поток, который просто въезжает на территорию Италии. В России, конечно, тоже они по разным городам разъезжаются, но это очень большая цифра. И очень страшно, что очень большое количество африканских мигрантов растворяется, теряются. И вообще совершенно неизвестно, что с ними происходит. То есть, они приезжают легально. То есть, есть данные о их въезде, о том, что они приехали. Что происходит дальше, очень часто неизвестно. То есть, теряется их след. И, ну вот, например, нам удается выявить, вместе с нашими партнерскими организациями, порядка 400 пострадавших от торговли Лизми за год. Но по сравнению с тем, сколько въезжает, что происходит с остальными, очень сложно сказать. Потому что тех, кто легально где-то учится или работает, это единицы. Статус беженца вообще за всю историю не получил ни один африканец в России. Сейчас вот одному человеку рассматривают. То есть, огромное количество африканских мигрантов, такая очень большая уязвимая группа на территории России, которая может быть в ситуациях торговли людьми. Каждый год из России вывозится от 30 до 60 тысяч женщин и детей, в основном с целью сексуальной эксплуатации. И чем еще уникальна наша страна? Вот что я еще хотела сказать, что часто людей вывозят с целью эксплуатации какой-то одной конкретной. Например, с целью сексуальной и эксплуатировать сексуальной. Либо вывозят с целью трудовой эксплуатации и эксплуатируют уже там где-то, ну какая-то трудовая, принудительный труд. В России преступники умудрились совмещать эти две схемы. И в России есть случаи, когда людей эксплуатируют одновременно и сексуально, и в виде принудительного труда. У нас были случаи женщин, которые приезжали, в основном это женщины из стран СНГ, в Средней Азии, которые приезжали сюда на работу, устраивались на работу, оказывали ситуацию торговли людьми в трудовом рабстве, когда днем их заставляли работать на рынке, в магазине, оказывать какие-то услуги в каких-то разных там салонах, где-то еще, а ночью их продавали мужчинам для оказания сексуальных услуг. То есть это такая эксплуатация 24 на 7, которая сочетает сразу трудовую и сексуальную, и естественно преступникам приносит еще больше денег. Почему это вообще происходит? Есть вот еще такая цифра, что торговли людьми становится все больше и больше с каждым днем, все больше людей оказывается в этих ситуациях, и чуть ли не каждые 30 секунд много человек попадает в ситуацию торговли людьми, то есть это 2 человека в минуту. Почему это происходит? Потому что очень много есть причин и факторов, которые приводят к тому, что людям становится сложнее жить, люди начинают мигрировать. Ну вот если говорить, например, сейчас про такую группу риска, как мигранты, и вот здесь такая картинка я очень люблю, потому что я ее нашла в свое время на туристическом каком-то вообще портале, там внизу вот есть такая надпись travel, и совершенно очевидно по картинке, да, что вот там на лодке какое-то огромное количество людей, что это, ну, не туристическая картинка. И буквально там через какое-то время выяснилось, что эта картинка сделана с вертолета, это как раз-таки вот эти мигранты из Африки, которые плывут в Италию, и, ну, вы наверняка слышали много этих историй, что там огромное количество людей погибает, что они преодолевают очень большое количество препятствий, пока они достигают тех стран, из которых они могут выплыть, они платят какие-то деньги, чтобы попасть на эти лодки, и там тоже происходит очень много насилия в этом процессе, и часть из этих людей уже завербованы, и преступники их уже сопровождают в этом процессе, чтобы потом их эксплуатировать, часть людей попадает в ситуацию торговли людьми после. Поэтому одна из причин, почему как бы все больше людей оказывается в ситуации торговли людьми, это увеличивающиеся социальные проблемы, социально-экономические проблемы, в частности бедность, недостаток возможностей альтернатив, когда люди не могут у себя в своем родном месте, городе, стране, регионе трудоустроиться, не могут получить образование, когда люди сталкиваются с дискриминацией на рынке образования или труда, там в связи с гендерной принадлежностью, с возрастом и так далее. Это военные конфликты в разных странах, которые вынуждают людей просто убегать, чтобы найти для себя более безопасное место для себя, для своей семьи. Это насилие, которого становится все больше, и которое тоже часто приводит к попаданию людей и к большим рискам вовлечения в ситуации торговли людьми. И как бы есть вторая сторона. С одной стороны, есть вот эти все люди, уязвимые, которых очень-очень много. Но это на самом деле не только мигранты, это люди, у которых есть какая-то сложная жизненная ситуация. Например, для России это также выпускники детских домов и интернатов, это люди с ограниченными возможностями здоровья, это одинокие матери, это несовершеннолетние молодые забеременевшие девочки, тоже из неблагополучных семей. Как бы очень много разных групп. Это люди, вышедшие из мест лишения свободы в России, очень большая группа риска, люди, зависимые от психоактивных веществ и так далее. То есть на самом деле очень-очень много людей, испытывающих какие-то сложности в своей жизни, становятся очень легко, такими легко достижимыми для преступников, которые могут их вовлечь в ситуацию эксплуатации торговли людьми. И торговля людьми – такое немного сложное явление, то есть оно как бы не единичное, оно состоит из такого некоторого количества элементов, частей. И на самом деле преступники просто пользуются ситуацией, что есть такие люди, у которых есть определенные трудности в жизни, и они просто соединяют этих людей и привозят их в те места, где есть потребители, есть спрос на определенные какие-то услуги, которые могут быть оказаны этими людьми, и на этом могут заработать, соответственно, тоже преступники. И вот здесь очень важно, мы очень часто говорим о том, что важно сформировать какое-то правильное отношение к пострадавшим, и изначально, когда они еще являются уязвимыми группами, уже тогда часто они сталкиваются с таким непониманием. То есть есть очень много такого, даже иногда агрессии, в мире говорят, на чего они едут, сидели бы у себя там и жили бы, чего они сюда приезжают. Но даже в странах Европы, несмотря на толерантность и то, что они позиционируют сейчас такие хорошие законы, на таком бытовом уровне, там на самом деле очень много агрессии сейчас, мигранты у нее становится все больше. И вот здесь очень важно понимать, что люди эти изначально не сидят в таком положении, что у них все плохо и просят помощи и так далее. Они изначально активны, они пытаются сделать что-то, чтобы изменить свою трудную жизненную ситуацию, исходя из того, как у них уже в жизни сложилось, они пытаются сделать что-то. И они ни в коем случае не могут быть виноваты в том, что с ними дальше происходит. И они вынуждены часто соглашаться на какие-то сомнительные предложения, на какие-то предложения, которых они не могут проверить достоверность, потому что у них нет выхода, потому что они вынуждены содержать детей, вынуждены содержать своих бедных родственников, у них недостаточное образование, знание, чтобы ценить, например, контракт, который им предлагают подписать и так далее. Но, тем не менее, они делают что-то для того, чтобы свою жизненную ситуацию улучшить. Ни один человек, конечно, не хочет соглашаться на рабство и не соглашается на то, что потом дальше происходит. И почему, опять же, как я уже говорила, занимает такие большие масштабы? Потому что преступники видят в этих уязвимых людях такую потенциальную возможность заработать. И вот здесь тоже такой хороший плакат социальной рекламы, на котором девушка вместо сережки у нее такая бирка, на котором ценник, и тут написано, что вы видите, когда смотрите на человека, и внизу написано, что некоторые люди видят доход. И вот я уже говорила, что в течение 15 лет многое изменилось. Если в начале 2000-х торговля людьми была на третьем месте по доходу, который она приносит преступным группировкам после торговли наркотиками и торговли оружием, сейчас уже несколько лет назад торговля людьми ушла на второе место по доходу, обогнав торговлю оружием и практически уже догнав доход от торговли наркотиками. Почему? Потому что люди являются более выгодным товаром для торговцев людьми, потому что людей можно продавать многократно, в отличие от наркотиков и оружия. Оружие вообще очень сложно и мало можно использовать и продавать. наркотики можно, конечно, там как-то размешать что-то, подсумнуть тоже, можно что-то еще придумать, но столько, сколько можно заработать на живых людях, нельзя заработать больше нигде, ни на чем, ни на какой вообще не бизнес, ни, ну вообще нет такого вида деятельности, чего угодно, что приносило бы такой доход, как может приносить торговлю людьми. И есть еще такие некоторые преступники, которые сочетают торговлю наркотиками, торговлю оружием и торговлю людьми, когда они людей, ну вот, например, есть такие случаи известные в Штатах, когда из Южной Латинской Америки в Штаты отправляют людей завербованных и вместе с этими людьми отправляют наркотики. Таким образом, преступники себя страхуют, то есть, если их ловят, этих людей садят, естественно, как перевозчиков. Если их, например, не ловят, то эти люди мало того, что доставляют наркотик, они еще сами становятся, как бы вовлекаются в какую-то эксплуатацию, то есть, зарабатываются одновременно и на человеке, и на товаре, который он перевозит. И случаи такие сейчас появились у нас, у нас достаточно большое количество людей из Юго-Восточной Украины, вот эти территории Донецкой и Луганской области, где война, вовлечены, тоже оказались в наркокурьерство, так называемое, здесь обманным путем, и сейчас некоторые из них уже сидят, хотя они, многие даже не знали, что они перевозят. И доказать что-то сейчас очень сложно, хотя это такая чистая торговля людьми была. По поводу дохода. Тут есть очень разные, на самом деле, цифры, тоже очень сложно оценивать их, говорить, какие из них там более правдивые, какие нет, но по разным данным торговля людьми приносит ежегодно до 150 миллиардов долларов. То есть это такая сумма, которая, если собрать доходы самых крупных компаний мировых, она будет меньше, чем вот только за торговлей людьми. И понятно, что сумма эта складывается из разных каких-то частей, потому что, например, внутри торговли людьми есть совершенно разные преступления и не все они направлены на излечение прибыли. Некоторые направлены на экономию, наоборот, каких-то расходов. Например, сексуальная эксплуатация, она напрямую приносит деньги, а трудовая эксплуатация, она экономит расходы. То есть производители, которые используют рабский труд, они просто не платят за тот труд, который мог бы быть оплачен, таким образом экономят свои расходы. И вот что интересно, что сексуальная эксплуатация приносит в 6 раз больше, чем трудовая эксплуатация, и доход от инвестиций в сексуальную эксплуатацию составляет до 1000%. То есть нет, как я уже говорила, никакой другой такой производства или деятельности бизнеса, которое могло бы приносить такое количество дохода. И кто вообще этим всем занимается? На самом деле очень по-разному. Это могут быть и организованные какие-то очень серьезные международные группировки, и это могут быть отдельные люди. Люди эти не всегда даже занимаются этим с целью извлечения прибыли. У нас были случаи, когда продавали родственники своих родственников, иногда просто, чтобы от них отделаться. И даже совершенно не с целью извлечения какой-то прибыли. И иногда та прибыль, которую они получали, была несоизмерима с теми расходами, которые они понесли. То есть у нас была девочка, которую мама привезла, и девочка была с нарушениями развития, она не знала, что с ней делать, она ее привезла и отдалась у сеньорами. Она, по сути, даже не купила билет свой туда-обратно, но для нее было важно просто избавиться таким образом от ребенка. Формы торговли людьми. На самом деле, по этой картинке видно, что, и как я уже говорила, что торговля людьми касается всех. Хотя я говорила, что большее количество это женщины и дети. На самом деле нет. Мужчины, на самом деле, не только женщины и дети. Мужчины тоже попадают в ситуацию торговли людьми. И коснуться может абсолютно любого человека, независимо от возраста, от гендерной принадлежности, от социального статуса, от уровня образования. Вот совершенно разные люди могут оказаться в этих ситуациях. И форм на самом деле много. Обычно более-менее так как-то известно про основные формы, такие как сексуальная эксплуатация и принудительный труд. Но на самом деле их больше. Сейчас я немножко подробнее про них все, наверное, расскажу. Про коммерческую сексуальную эксплуатацию. Здесь важно сказать сразу, что сексуальная эксплуатация бывает не только коммерческая. И не любая сексуальная эксплуатация будет торговлей людьми. Например, сейчас все больше становится известно о таких случаях, когда наверняка слышали, какие-то маньяки держат у себя в подвалах каких-то женщин по многу лет. И принуждают их к сексу, к рождению детей и так далее. И при этом они не извлекают никакой прибыли. И в данном случае это не является торговлей людьми. Это просто многолетнее сексуальное насилие, сексуальная эксплуатация, которая не является торговлей людьми. Сексуальная эксплуатация, которая является торговлей людьми, она всегда направлена на извлечение прибыли. Чаще всего это организация занятий проституцией. И сейчас очень сильно уже организация занятий проституцией становится связана с изготовлением порнографической продукции. Иногда это вообще совершенно неотделимые вещи, потому что женщин, которых принуждают к занятию проституцией, могут снимать на видео и продавать это видео как порнографическую продукцию, одновременно используя это как способ шантажа их, чтобы они оставались, продолжали оказывать сексуальные услуги и не пытались освободиться, например. По поводу… А, еще про сексуальную эксплуатацию хотела сказать, но я уже говорила, что вот в России сочетают трудовую эксплуатацию с сексуальной, и есть еще сексуальная эксплуатация, которая происходит в браке, в семье или в отношениях. Это когда… Вот не тот случай, когда мама привезла дочку, продала сутенером, а когда, например, парень просит свою девушку помочь ему и оказать платные сексуальные услуги мужчинам, которых он находит. Такая достаточно распространенная сейчас уже практика, то есть он при этом не является членом какой-то крупной международной группировки, но он таким образом зарабатывает. Либо очень часто бывает в алкоголизированных таких очень неблагополучных семьях в России, когда алкоголизированные родители могут продавать своих детей для оказания сексуальных услуг за алкоголь. То есть они не извлекают прибыль в виде денег, но все равно имеют какой-то доход с этого. По поводу принудительного труда. Про принудительный труд наверняка вы тоже знаете истории, что принудительный труд в России очень распространен, в частности на разных строительных объектах, на сельском хозяйстве, в рыбной индустрии, кирпичные заводы в Дагестане. Но сейчас как-то больше про это стали говорить. Но есть еще такие формы принудительного труда, которых как-то не очень принято думать, говорить, и мы не всегда про них помним и знаем. Есть такая очень латентная форма принудительного труда, как домашний труд. Очень на самом деле такая серьезная проблема, потому что она совершенно скрыта. Это люди, которые по контракту соглашаются жить в домах и оказывать услуги по уборке дома, по готовке, по уходу за детьми и так далее. Чаще всего это приезжие люди, и они оказываются в такой ситуации совершенно безвыходной, когда если что-то там происходит не так, они из этого дома даже не могут выйти. Ну, например, в России очень распространены случаи такие, в которых оказываются филиппинские женщины. Наверное, слышали, что у нас очень часто в обеспеченных семьях принято иметь домработниц, которые такие с проживанием, они прямо живут. И очень принято на эту работу нанимать именно филиппинских женщин, потому что считается они такие хозяйственные, особо ничего не просят, могут работать больше, чем нужно, хорошо выполняют работу. И, к сожалению, очень часто они оказываются в очень жестких, в очень серьезных ситуациях эксплуатации, и они совершенно не могут никуда обратиться за помощью, потому что они, по сути, заперты без возможности вообще выхода из этой квартиры. И таких случаев становится во всем мире все больше, уже становится известный случай о таких людях, которые погибли, которые находили семьи до 15 лет, при этом вообще никто не знал, что там этот человек делает. То есть там была какая-то легенда для соседей, для родственников, которые могли приходить в дом, но никто не обращал внимания, что с этим человеком что-то может происходить там худшее, чем просто он там работает. По поводу принудительного труда, вот здесь еще хочу, наверное, вернуться к теме нашей лекции. Когда мы спрашиваем, сколько рабов работает на нас, сколько рабов работает на вас, я все время на разных мероприятиях люблю, у нас, во-первых, есть такой опрос, я про него чуть позже еще расскажу. Адресовать этот вопрос вот как бы к аудитории по поводу, вот как вы считаете, работают ли на вас какие-то рабы, как это вам вообще этот вопрос, кажется, имеет отношение к вам. Почему? Потому что мы все являемся потребителями каких-то товаров, которые производятся крупными организациями. И большинство этих товаров и производителей с мировым именем уже были выявлены случаи, что они используют рабский труд, детский труд, нарушают права рабочих. Что это за товары? Одежда. Мы все покупаем в основном одежду в каких-то таких магазинах массовых, которые марки имеют производство в Азии, в Южной Америке и так далее. То есть это различные марки, я сейчас не буду их называть, но просто совершенно, которые находятся в любом торговом центре, там Zara и так далее. Первое, что пришло в голову, про Zara помню, я как бы не хочу голословно-то называть, в ком я не уверена. Это производители спортивных товаров, спортивные обуви. Это производители продуктов питания. Очень большой список. Вот такой из последних – это Мишки Хариба. Все, наверное, когда-то покупали желатиновые конфетки вкусненькие, да? А их, оказывается, в Бразилии детей принуждают делать. Ну и самое такое последнее, даже если вдруг среди вас есть человек, который не покупает такую одежду, не покупает такие спортивные товары, не покупает никакие домишки Хариба, у нас у всех есть смартфоны или айфоны. Сейчас, наверное, сложно найти человека, у которого нет смартфонов или айфонов. Абсолютно во всех смартфонах и айфонах есть одна маленькая деталь, которая делается из кобальта. Кобальт добывается в Конго. Конго – страна, в которой идет постоянная война. И на добыче кобальта используется принудительный детский труд. Тем не менее, это абсолютно общеизвестный факт. Ни один производитель смартфонов или компания Apple пока не готова отказаться от использования этой детали. Все, что они делают, ну, например, компания Apple просто какое-то количество дохода отчисляет организациям, которые помогают пострадавшим от торговли людьми. Но это все пока, что они могут сделать. По поводу принудительного труда, наверное, вкратце все. Ну, по поводу принудительного труда еще что хочется сказать, что часто, когда мы говорим про принудительный труд, мы слышим такие комментарии, замечания, вопроса о том, что мы всем тут как рабы работаем, там, на копеечные зарплаты и так далее. И к нам в фонд иногда обращаются люди, которые говорят, что вот я пошел работать, а мне не заплатили. Вот здесь нужно понимать, есть такое отличие очень серьезное, что не любая ситуация, когда мы не заплатили, является ситуацией торговли людьми. Если вы могли уйти, если вы можете обратиться в трудовую инспекцию для восстановления своих прав, получить какую-то компенсацию, если вас не удерживают, если вас не шантажируют, если вас не избивают, не забирают ваш паспорт, не закрывают в помещении и так далее, то есть не используются какие-то другие формы принуждения и насилия, тогда уже можно говорить, что это вероятно торговля людьми. Если просто не платят зарплату, либо нарушают какие-то еще права, при этом есть возможность этого не делать, спокойно, свободно взять, отказаться, это не является торговлей людьми. Следующая форма – это принуждение к занятию попрошайничеством. Тоже такая очень распространенная в России. У нас очень огромное количество попрошаек. И попрошайничество увлекает в основном людей либо пожилых детей, либо с ограниченными возможностями здоровья. И попрошайничество очень серьезно контролируется. Например, в России так называемой цыганской мафии, которая этих людей привозит отовсюду, со всего СНГ, заставляет заниматься попрошайничеством, угрожает очень серьезно. Вплоть до того, что они этим людям угрожают, например, отрезать ноги для того, чтобы они, во-первых, не смогли убежать, во-вторых, чтобы больше подавали. То есть люди, которых мы освобождали оттуда, рассказывали такие истории, они действительно делают эти операции в каких-то крайних случаях. И они очень хорошо действуют за то, как пример на других, и больше никто от них не убегает, помощь не просит, и не пытается что-то с этим сделать. Ну и еще они часто дают этим людям алкоголь, они за счет того, что они алкоголизируются, становятся более такими лояльными и не пытаются тоже убежать. Часто им просто некуда уйти, уходить, и поэтому они тоже остаются. Но, к сожалению, это очень большая проблема, с которой тоже очень сложно что-то сделать. Следующая форма торговли людьми – это браки в целях эксплуатации. Здесь есть три такие вида эксплуатации. Зачем такие браки могут заключаться в свое время? Очень много женщин из России вышло замуж за рубеж в попытке, в поисках лучшей жизни, и на самом деле оказались ситуации в эксплуатации. Это может быть сексуальная эксплуатация, когда женщина не может отказываться, по сути, оказываться в сексуальном рабстве у своего официального мужа и вообще доказать, что это невозможно. Это может быть трудовая эксплуатация, это может быть эксплуатация, когда заставляют обслуживать, выполнять какую-то работу по дому, ухаживать за детьми, за пожилыми, все что угодно. И это репродуктивная эксплуатация, когда женщина не может принимать решения по поводу детей, хочет она их или нет, сколько или когда. То есть когда она используется, просто используется ее репродуктивность. Тут очень близко следующий вид торговли людьми – принуждение к суррогатному материнству, эксплуатации репродуктивных функций. Вообще изначально, когда появилось суррогатное материнство, многим казалось, что это такой выход для тех, кто не может иметь детей, но чем больше времени проходит, тем больше говорят о том, что огромное количество, чуть ли не большее количество, не до 90 даже процентов случаев суррогатного материнства являются случаями торговли людьми. И вообще есть такой подход, который говорит, что все случаи суррогатного материнства являются формой эксплуатации, потому что репродуктивная функция – это такая неотъемлемая от личности часть, которая вообще не может быть услугой, которая продается, скажем так. То есть вообще нельзя покупать и продавать репродуктивность как часть личности человека. И на самом деле чаще всего от этого страдают, опять же, уязвимые женщины, которые соглашаются на это по каким-то причинам, чаще всего материальным. В Индии уже есть такие прямо заводы суррогатные, так называемые заводы, такие клиники якобы, которые содержат женщин, которые постоянно рожают, рожают, рожают. И они держат там столько времени, сколько они могут, способны остаться где-то рождение, потом их просто выкидывают на улицу, они получают какие-то деньги, но те проблемы со здоровьем, которые они имеют, там несоизмеримы. И в процессе вынашивания этих детей они фактически не выходят, то есть они находятся постоянно там под наблюдением, но у них нет никакой другой жизни, и они очень ограничены вообще в каких-то возможностях. И сейчас эта проблема очень сильно коснулась Украины, тоже у них снизился социально-экономический уровень, очень многие женщины стали соглашаться, поскольку у них нет регулирующего законодательства пока, то есть не запрещено суррогатное материнство, стали соглашаться становиться с суррогатными матерями для семей из Европы, и часто очень этих девушек обманывают, то есть они пытались таким образом решить свою какую-то материальную проблему, этих детей потом в итоге у них не забирают, отказываются от этих детей, особенно если какие-то проблемы развития в процессе беременности, либо забирают детей, не платят деньги, ну то есть очень много девушек уже все больше рассказывают о том, что они пострадали вот от такой ситуации, ну которая по сути становится уже торговлей людьми. Еще один вид это торговля органами, помимо торговли органами торгуют еще клетками и тканями. Еще один вид принудительного усыновления удочерения. В России тоже такое случается, после того, как у нас упростили процедуру усыновления, у нас многих детей стали брать, это уже не секрет, не очень, конечно, об этом говорят, но таких случаев становится тоже все больше, эти случаи обычно становятся известны при возвратах, то есть у нас был такой период, когда очень много детей взяли в семьи, потом пошел период такого отказа, когда детей стали возвращать, и стало выявляться больше случаев такой эксплуатации, то есть детей изначально брали, ну часто берут с целью трудовой эксплуатации, чтобы дети убирали дома, ухаживали за другими детьми, обрабатывали какие-то земельные участки, но, к сожалению, к огромному часто бывают случаи, когда детей берут с целью сексуальной эксплуатации. Например, вот у нас один регион, в котором мы работаем, там был такой вообще жуткий случай, когда несколько детей взяли специально маленьких, там трехлетних с целью сексуальной эксплуатации снимали, то есть это было не то, чтобы их взяли, а потом еще их изнасиловали, их изначально брали с этой целью, снимали видео, продавали его за границу, и когда эти дети выросли до такого уже достаточно большого возраста, когда уже не очень было легко, видимо, это делать с ними, они их вернули. И дети эти попали, слава богу, в другую приемную семью, но там они стали демонстрировать такое сексуализированное поведение, то есть для них это стало уже какой-то некой нормой взаимодействия со взрослыми людьми, и новые приемные семьи стали обращать на это внимание. Когда они пытались об этом говорить, им сказали сразу, что такое нормальное у детей бывает, в детских домах там нарушены границы и так далее, но, к счастью, попались специалисты, которые выяснили, что они действительно воспроизводят какие-то действия, которые совершались с ними раньше, и удалось установить, что там на самом деле происходило, и там какое-то огромное количество эпизодов, и, слава богу, там были люди привлечены к ответственности. Ну и еще три вида эксплуатации касаются уже ситуации военных действий, ворушенных формирований и использования детей тоже во время военных действий. И что здесь хочется сказать? В целом, как бы, разные формы эксплуатации могут по-разному отражаться на людях, и можно по-разному говорить по поводу, например, вот, как я рассказывала про суррогатное материнство, репродуктивную эксплуатацию, можно говорить, что женщина может добровольно соглашаться на это, можно говорить, что это недопустимо. То же самое по поводу сексуальной эксплуатации. Есть разные мнения, например, позиция нашего фонда, мы рассматриваем всю сексуальную индустрию с использованием людей как формы сексуальной эксплуатации. И мы по аналогии с репродуктивными функциями считаем, что сексуальность тоже является частью личности, и секс может быть только добровольным. Когда появляется элемент денег, секс перестает быть добровольным, соответственно, превращается в эксплуатацию. И вот что я хотела бы, наверное, такой вывод из этого сделать, что тут могут быть разные точки зрения, могут быть разные взгляды, но здесь не может быть разных взглядов, когда это касается детей. И, как известно, есть такие данные о среднем возрасте вовлечения девочек в занятие проституцией. Вообще такой общемировой уровень возраста – это 12 лет. В России считается, что 13,5, в Индии – 7 лет. Это тот возраст, который девушек начинают продавать для оказания сексуальных услуг. И то большое количество женщин, взрослых, которые оказывают сексуальные услуги, очень часто были вовлечены, когда они были еще детьми. По-разному это происходит, но так или иначе часто действительно такая очень длинная история, которую просто не всегда все знают. И здесь такие два плаката моих любимых, которые, на мой взгляд, хорошо очень обозначают эту проблему. Ну вот слева красный плакат – организацию, которая один из таких лозунгов, которые они продвигают, что не существует такой вещи, как детская проституция, ну поскольку дети не могут вообще принимать никакие решения, связанные с сексуальностью, особенно продавать какие-то услуги сексуальные. И там написано, что покупка подростка для секса – это всегда изнасилование ребенка. А справа тоже такой хороший плакатик, который вообще создала организация, общественная организация, которая не имеет никакого финансирования и не занимается этим целенаправленно. Это организация водителей грузовиков. В Штатах они обратили внимание, что у них есть какое-то такое общественное движение внутри водителей грузовиков, они как-то там общаются все друг с другом, у них есть социальные сети. Они обратили внимание, естественно, так же, как и у нас, что очень большое количество девушек, девочек стоят вдоль трассы, их продают водителям грузовиков, дренобойщикам. И они как бы озаботились тем, что чаще всего эти девочки несовершеннолетние, чаще всего они стоят там по принуждению, даже если выглядит так, что они там добровольно. И они сделали вот такие плакаты, которые они разместили на билбордах и на этих грузовиках, призывая вообще всех водителей не покупать сексуальные услуги на трассах. Там написано, что дети не просыпаются однажды утром и не решают заняться проституцией. Их принуждают к этому. И внизу написано, что средний возраст вовлечения в сексуальной индустрии в Штатах 12 лет. И что любой несовершеннолетний вовлеченный в сексуальную индустрию является пострадавшим от торговли людьми. Такая смежная проблема – это детские браки, которые очень распространены, в том числе в некоторых регионах России и в некоторых странах СНГ. Это уже в последние годы про них говорят все больше. Слава богу, уже много внимания привлекается, и какие-то попытки что-то изменить происходят. Но это тоже такая очень серьезная проблема, которая часто оправдывается и маскируется традициями, и которой тоже еще нужно очень много усилий и времени, чтобы что-то с ней сделать. Здесь принудительный детский труд и детское рабство. И дети делают, например, ну тут слева сверху картинка сигареты, и крупные табачные компании, основные производители сигарет. Все об этом знают, конечно, они пытаются тоже что-то с этим делать. Выделять какие-то деньги, чтобы уменьшить количество детского труда на производстве, во-первых, на сборе табачных листьев и на производстве сигарет. Потом там мальчик, который тоже кирпичный какой-то завод, и девочки в Пакистане или Бангладеше на строительстве железной дороги. Следующий слайд. Дети-солдаты, которые также оказываются в ситуации эксплуатации во время ведения боевых действий. И тут тоже такой важный момент. Такие дети были даже у нас на юго-востоке Украины. И если это даже может выглядеть добровольно, что ребенок сам пришел, попросил оружие и сказал, что он будет воевать, ответственный за то, что он в итоге с этим оружием воюет, лежит всегда на том, кто дал ему это оружие. Потому что по отношению к детям всегда еще нарушаются права ребенка, права на детство и все остальные права, которыми обладают все дети неотъемлемы от ситуации, где они родились и где они растут. В итоге торговля людьми, на самом деле, как я уже говорила, такое достаточно сложное явление, которое состоит из определенных этапов. Очень часто непонятно и возникает много вопросов по поводу того, как люди вообще оказываются там, с чего все начинается. И есть такой миф, на самом деле это миф о том, что людей похищают. Почему-то очень часто торговля людьми ассоциируется именно с похищением. Есть такое вот бытует очень расхожее представление, что людей его где-то хватают, там прячут, похищают и потом эксплуатируют. На самом деле нет. Большая часть пострадавших, больше 90% вербуют. Вербовка такой сложный процесс, но вербовка намного лучше, чем похищение для преступников. Почему? Потому что на этапе вербовки человек сам соглашается на что-то добровольно. Вербовка всегда основана на каком-то обмане, не бывает вербовки основанной на правде. На моменте вербовки человеку что-то предлагается, и он на что-то соглашается. Удобно это, потому что до момента эксплуатации человека контролировать не нужно. Он самостоятельно будет перемещаться, он самостоятельно будет делать все, что будет нужно, потому что он будет верить вот в ту легенду, которую ему предоставил вербовщик. Следующий, сейчас я вернусь еще немножко к вербовке Следующий этап это транспортировка Транспортировка, как я говорила, бывает не всегда Но в большинстве случаев все-таки пострадавших и вовлеченных людей перевозят Перевозят их зачем? Потому что, во-первых, это связано со спросом В зависимости от того, где какой есть спрос и где человека можно продать подороже Туда его и повезут, потому что эти расходы всегда будут оправданы Расходы на транспортировку обычно оплачивают преступники Потому что у людей нет возможности И вторая причина, людей проще контролировать Чем дальше человека увезти, он будет находиться в незнакомой стране Не будет знать культуру, не будет знать языка Тем проще его будет контролировать Тем меньше вероятности, что он убежит, обратиться за помощью и так далее И последний этап и, собственно, это цель всего того, что происходит до этого Это эксплуатация И вот здесь тоже, возвращаясь сейчас к вовлечению Очень легко отличать похищение от ситуации торговли людьми Потому что похищение чаще всего осуществляется с целью выкупа И людей, которых похищают, их очень сложно заставить что-то делать Их обычно похищают для того, чтобы чаще всего не наносят даже никаких повреждений И ничего с ними не делают То есть их похищают для того, чтобы за них дали деньги и их вернуть Чаще всего преступники, наоборот, заинтересованы только в деньгах Им не нужен этот человек, только в каких-то крайних случаях ему могут причинить какой-то вред В ситуациях торговли людьми целью всегда является эксплуатация То есть разная конечная цель, поэтому разные действия предпринимаются Бывают случаи, что людей в торговле людьми похищают Но это такие очень редкие, очень крайние случаи Потому что человека обмануть и вовлечь в каком-то смысле проще И оправданнее Потому что во время вовлечения, во время вербовки происходит уже такое первое согласие И потом на человека намного проще оказать давление То есть такая манипулятивная тактика тоже, которую используют преступники И вот здесь такой плакат тоже африканской организации Тут девушка с завязанными глазами И написано, что каждый год тысячи женщин и детей становятся пострадавшими торговлей людьми Потому что они верят ложным обещаниям И здесь ключевое слово ложное обещание Как я говорила, вербовка всегда связана с каким-то обманом Соглашаясь на что-то, на какое-то предложение Человек никогда не знает, что будет на самом деле Бывает большая степень обмана, бывает меньшая степень обмана Но абсолютно всегда то, что оказывается в итоге Расходится с тем, на что человек соглашался И поэтому никогда нельзя говорить Хотя часто есть такой соблазн И у нас вообще очень распространено обвинение пострадавших Что они сами согласились То, на что они соглашались, это не то, что в итоге с ними произошло И то, что они соглашались, помните, я говорила о том И говорит, говорит, в их пользу, поскольку они пытались изменить свою жизненную ситуацию Они искали какие-то решения Да, они ошиблись, да, их обманули Но обмануть можно абсолютно любого человека У нас у всех есть слабые места Вербовщики достаточно профессионально действуют У нас были случаи, когда вербовщики обхаживали человека по 2-3 года Они втирались в доверие, поселялись по соседству и так далее И раньше, например, вербовка в основном происходила путем личного контакта То есть вербовщик появлялся в каком-то близком окружении И что-то предлагал, делал предложение, от которого нельзя отказаться Сейчас интернет очень упростил задачу вербовщиков И в основном людей вербуют сейчас онлайн То есть размещая какие-то объявления, на которые люди откликаются сами То есть люди стали сами приходить к вербовщикам И это намного стало проще Потому что онлайн можно завербовать быстрее, намного большее количество людей После вербовки, как я сказала, происходит чаще всего транспортировка Людей отвозят Например, вот первое, что я говорила, что причина спроса Например, почему в Россию привозят так много африканских девушек Потому что есть спрос на сексуальные услуги, оказыванные африканскими девушками И транспортировку тоже оплачивают обычно вербовщики Они могут сопровождать человека, могут не сопровождать Может быть легальная, может быть нелегальная транспортировка По-разному это происходит Что-то я здесь такое хотела сказать Важное про транспортировку сейчас вспомню Не перевозят обычно людей, которых еще не будут искать Вспомнила Например, выпускники детских домов Как я говорила, такая большая группа риска в России Очень часто их вовлекает в ситуацию торговли людьми Например, девочек Есть такая статистика Одну из трех девочек-выпускниц В течение года после выпуска вовлекают в занятия проституцией Много есть причин, почему это происходит И почему это легко удается преступникам Но чаще всего их никуда не вывозят Потому что их не будет никто искать Потому что у них нет никакой системы социальной поддержки Нету чаще всего семей Нету таких хороших, надежных друзей Которые будут беспокоиться и искать Соответственно, если у человека какая-то хорошая система социальной поддержки Либо его нельзя продать здесь, в этом регионе Его, скорее всего, будут перевозить И вкладывать в это достаточно большие деньги Потому что это оправдано Ну и последнее, о чем я говорила Это, собственно, эксплуатация То, чем все это заканчивается И вот здесь тоже как бы очень важно Что человек все равно узнает Обычно только в самом конце Уже после транспортировки Чаще всего, когда люди приезжают в какое-то новое место, новую страну Их почти всегда встречают И привозят в то место, в котором уже дальше они будут находиться И вот когда их привозят Там им обычно и говорят Ну каким-то образом либо сообщают Либо они сами узнают Что на самом деле будет происходить Вот это вот отличие от того, что им было предложено И почему они в этот момент не встают и не уходят Или говорят Нет, я на это не согласен Потому что самое первое, самое действенное Преступники уже потратили какие-то деньги на этого человека И деньги эти тратятся в долг Это такое основное и один из самых действенных способов контроля Особенно если людей откуда-то издалека вывозят Из каких-то других стран Преступники обычно говорят как Вот я тебе хочу помочь Я тебе куплю билет Ты мне будешь должен эту сумму Отработаешь, отдашь Звучит совершенно нормально Вызывает доверие абсолютно у всех Ничего такого нет, да? Но действует вообще безотказно Здесь перечислены все способы контроля Сейчас я про них подробнее расскажу Первые два угрозы долговая кабала Это самые два действенных способа Которые безотказно действуют Используются во всех случаях Долг, вот то, что я вам рассказала Долг за перевозку, да Это самый первый долг Человек часто находится в таком недоумении вообще Что его обманули Непонятно куда ему идти Он может еще бояться там этих преступников Особенно если уже были использованы какие-то угрозы Либо есть такие просто честные люди Которые понимают, что даже если они сейчас откажутся Им долг все равно придется возвращать А сумма долга обычно такая Что они никак вернуть его не смогут Например, девушки, которых привозят из Африки У них долг обычно 45, 50, 60, иногда тысяч долларов Почему такой долг, да? Кажется немного странно Потому что билет из Африки стоит там Ну, в районе 50 тысяч То есть это меньше тысячи долларов При этом сумма долга у них там в разы больше Потому что, живя в Африке, они не очень представляют Вообще такие размеры денег В принципе, там для каждого человека Есть какой-то предел там Сум, которыми он оперирует Про которые он понимает В Африке вообще средняя зарплата В Нигерии 5-7 долларов в месяц Люди живут на такие деньги Для них все, что больше там 100-200 тысяч долларов Уже какие-то труднопредставимые суммы Поэтому им сумма что тысяча, что 45 тысяч Примерно одинаковая То есть уже большой разницы не чувствуется Это во-первых Во-вторых, им говорят, что в России У нас такая прекрасная, процветающая страна Так и говорят Вы сможете без проблем Это заработать очень быстро и вернуть Вот, естественно, когда они понимают Что заработать они это быстро не могут Но возвращать это придется И непонятно, как возвращать Некоторые люди на это соглашаются Но долг Вообще такой хороший способ контроля и воздействия Он устроен таким образом Что выплатить его никогда невозможно Почему? Потому что к долгу за перевозку Начинают добавляться другие долги Это долги за жилье Человеку нужно где-то жить Обычно у него нет денег, ему негде жить Преступники говорят Ты будешь жить у меня в долг Я это буду вычитать с твоей зарплаты То есть это плясуется в ту же сумму долга Долг за питание Долг за медицинскую помощь Если нужна, а бывает, что все-таки люди работают много Им становится не очень хорошо Им могут каких-то врачей приводить Это могут быть настоящие врачи Могут быть не настоящие врачи Не важно, говорят, тебе пришлось оказать медицинскую помощь Купить какие-то таблетки Это тоже будет твой долг В случае сексуальной эксплуатации Девушкам покупают одежду Покупают белье, покупают косметику Делают какие-то фотосессии Потому что сейчас в основном проституции уличной почти не осталось Сейчас продают в основном онлайн И за то, что размещают, опять же, фотографии, портфолио онлайн Есть такие платные каталоги закрытые, в которых их размещают За это тоже платят, это опять же тоже идет в долг Потом, если не брать сексуальную эксплуатацию Например, на стройках, на заводах, на производствах Есть такой сфабрикованный долг Который обычно туда входит деньги за растрачу, за перерасход, за порчу Очень часто, например, трудовых мигрантов увлекают на работы, в которых они некомпетентны У них нет соответствующего образования И, соответственно, ими очень легко манипулировать Что ты вот здесь делал плохо, за тобой пришлось переделывать Или ты потратил больше материала, или ты что-то там разбил, сломал, еще что-то Это все тоже плюсуется в долг Ну и последнее, это штрафы Штрафы назначаются вообще за все, что угодно За невыход на работу, за выходные дни, за провинности Девушкам в ситуации сексуальной эксплуатации нельзя отказываться от клиентов Либо от каких-то услуг, потому что это будет вычитаться, опять же, складываться в их долг И так далее Ну, то есть долг всегда, он такой, он будет увеличиваться То есть даже если человек будет пытаться приблизиться к тому, чтобы его выплатить Долг всегда будет увеличиваться Ну и вообще приблизиться к тому, чтобы его выплатить нереально Это что-то такое несуществующее Второй, самый действенный метод – это угрозы Причем угрозы могут быть как непосредственно самому человеку, так и его родственникам И часто угрозы самому человеку не настолько человека пугают Потому что когда люди осознают, что они оказываются в такой ситуации Некоторые из них согласны на смерть, а смерть их не пугает И они говорят о том, что лучше бы меня убили Но у всех практически у нас есть какие-то родственники Самая действенная угроза – это угроза детям Если есть дети, и преступники чаще всего знают, где эти дети живут Они могут устроить показательную встречу с этим ребенком Сделать какие-то фотографии, как он там, не знаю, школа из детского сада идет или что-то еще Позвонить ему После этого люди вообще перестают предпринимать какие-то попытки к освобождению Соглашаются на все условия и, естественно, не будут никогда обращаться за помощью И говорить, что они находятся в ситуации эксплуатации Потом преступники используют разные приемы Еще дают ложные обещания Например, обещают сократить сумму долга, если они будут хорошо работать Либо дать какие-то выходные То есть они могут чередовать такие стратегии Как бы быть то хорошими, то плохими, то жесткими, то добрыми И людям ситуации безысходности приходится им верить Но чаще всего, конечно, они обманывают Используют это в итоге для того, чтобы еще больше человека использовать, эксплуатировать Еще есть один такой способ, как изъятие документов Но здесь есть такая очень четкая корреляция В странах, в которых больше развито законодательство и чаще привлекают за торговлей людьми Преступники реже забирают документы Потому что очень легко доказать, что документы были у преступника Что это было частью состава преступления Поэтому преступники часто документы не забирают Но, в принципе, если хорошо действует угроза и долг, то можно не забирать документы Ну, соответственно, зарплата удерживается, потому что долг Работать приходится много, чтобы выплатить долг И преступники заставляют, и люди сами иногда пытаются, чтобы выработать быстрее Соответственно, ситуация, когда мало сна, еды, питья и тепла Приводит к такому истощению организма, что уже не остается никакого желания Что-то предпринимать, менять хочется просто как-то вообще Многие просто действительно мечтают о том, что они могут умереть или что-то еще Некоторые начинают принимать алкоголь или наркотики Иногда алкоголь и наркотики дают преступники для того, чтобы человек был более лояльным Иногда это очень зависит Наоборот, наказывают, штрафуют за употребление алкоголя и наркотиков Но люди начинают сами принимать их от безысходности Чтобы в этой ситуации как-то выжить, не сойти с ума И вообще, чтобы как-то это все переживать, переносить Бывает, что ограничение свободы передвижения Не всегда людей физически запирают Но у них просто может быть такой график, что у них не будет особо свободного времени Либо бывает, что преступники еще, если это другая страна Не селят вместе людей, которые из одной страны говорят на одном языке Чтобы они не могли общаться, чтобы они не могли спланировать совместный побег и так далее У людей забирают чаще все средства связи Созваниваться с какими-то родственниками Тоже, почему часто людей не ищут? Потому что человек, когда уезжает Его родственники знают какую-то легенду Что мы поехали, например, на какую-то работу И преступники заставляют человека поддерживать эту легенду Чаще всего они заставляют их общаться с родственниками в своем присутствии И подтверждать, что с ними все в порядке Что действительно происходит то, на что они согласились И поэтому иногда родственники годами могут не знать, что человек находится в ситуации торговли людьми Ну, соответственно, насилие И есть еще один такой способ, который появился не так давно Воздействие религиозных ритуалов Его тоже чаще всего используют по отношению к африканским пострадавшим Вот очень интересно, что 10 лет назад этот способ еще не использовался Как это происходит? После того, как девушка согласилась, например, поехать в Россию на какую-то работу Работа самая разная, им предлагают плести косички, работать в магазине и так далее Ей говорят, ну, вот ты должна будешь деньги, там, вот эти 45 тысяч долларов за билет Но, чтобы ты нас не обманула, мы сейчас проведем с тобой ритуал Ее везут ночью в темный лес Разжигают костер, там, это шаманские песнопения, музыка Убивают курицу Берут у нее волосы-ногцы Греют на огне, значит, эту кровь этой курицы Вместе с волосами и ногтями заставляют ее это выпить Вы знаете, у нас у всех есть мистическое мышление Мы все верим в какие-то ритуалы, приметы, суеверия и так далее Если бы с кем-то из нас это сделали, я думаю, это было бы достаточно страшно Большинство девушек понимает, что это не имеет большого смысла, но они боятся И боятся они больше не то, что этот ритуал в итоге будет влиять как-то И действительно все умрут в муках, хотя некоторые верят в это Там им говорят, что если они обманут, убегут, например, то будет мучительный смерть для них и для всей их семьи, например И у нас был случай, когда девушка хотела вернуться, но родители, зная об этом ритуале, говорят Нет, нет, ты что, мы же все умрем в муках, ни за что не возвращайся, продолжай оставайся там, работай, делай все, что не скажем Вот, и это уже дошло до того, что разные организации в Нигерии обратились к какому-то главному верховному шаману Для того, чтобы он вообще публично заявил, что этот ритуал не имеет значения Он заявил, это видео есть в интернете, мы его показываем девушкам, и они все равно продолжают бояться Ну, потому что боятся они не ритуал, а боятся власти, которая есть у преступников И, естественно, они понимают, что преступники все равно могут их найти, они знают, где они живут и так далее Еще есть такой способ, как угроза депортации, либо угроза обращения в полицию Иногда говорят девушкам, например, которых выбосят в восточные страны, в арабские страны О том, что если ты будешь пытаться убежать, тебя посадят в тюрьму, и ты будешь сидеть в тюрьме Например, в Арабских Эмиратах у них есть тюремные заключения за проституцию И девушки многие боятся и действительно не обращаются за помощью, чтобы не попасть в тюрьму Но девушки чаще всего не знают, что из себя представляет тюрьма в Арабских Эмиратах И когда к нам обращаются по этим случаям, мы им всегда говорим, соглашайтесь на тюрьму Почему? Потому что те девушки, которые вернулись из этой тюрьмы, говорили нам, что это было лучшее место в их жизни С ними нигде не обращались так хорошо, не уважали какие-то их права границы Там есть спортзал, телевизор, хорошее питание, они отоспались и нормально себя чувствовали, их никто не трогал Да, они там провели какое-то время, 6 месяцев, но они пришли в себя и после этого им еще платили билет домой Поэтому тюрьма в тюрьме Розине и тюрьма в Арабских Эмиратах это не российская тюрьма И даже за проституцию там можно немножко побыть в хороших условиях, скажем так Ну и исходя из этого всего, становится понятно, что торговля людьми такое очень латентное преступление Которое очень сложно выявить и очень сложно заметно То есть это люди, которых мы можем видеть каждый день, которые могут окружать нас И мы можем не знать, что они находятся в ситуациях торговли людьми Почему они не обращаются за помощью? Потому что используются вот все эти средства контроля преступниками, о которых я говорила Потому что они сами иногда не знают о том, что такое торговля людьми Они не считают себя пострадавшими, потому что им кажется, что их просто обманули И они в такой безвыходной ситуации, что они вынуждены возвращать этот долг Они, например, не знают, что у них есть право обратиться в полицию Что они могут возбудить уголовное дело и привлечь какой-то ответственности людей То есть они действительно считают, что они сами виноваты иногда Они могут считать себя самими виноватыми и вынуждены терпеть это Иногда они считают, что они должны сами исправить такой мотив самонаказания Что раз уж я вот так обманулся, то значит я должен сам исправить Очень для мужчин, кстати, характерно, потому что мужчинам сложно иногда признать, что они могли ошибиться И поверить, их в итоге обманули И иногда они считают, что они должны сами эту ситуацию как-то разрулить и из-за этого они не обращаются за помощью. И вот здесь два такие плаката, на которых написано, что некоторые люди слишком привязаны к своей работе. Ну, это вот как раз о том, что можно не заметить эти случаи, они могут выглядеть совершенно нормально. И со стороны можно не понять, что эти люди находятся в ситуациях торговли людьми. И вот здесь еще один плакат, но это как вывод из всего того, о чем я говорила. Здесь написано, что 99% пострадавших от торговли людьми никогда не освобождаются. И дальше написано, что мы боремся за то, чтобы это изменить. Ну, это плакат одной из американских организаций. Собственно, это близко, наверное, к тому, чем занимаемся мы. И поэтому я отсюда хотела бы перейти, наверное, к нашей деятельности и рассказать о том, что делаем мы, и что вообще могут делать люди, и что можете делать вы для того, чтобы проблемой это становилось меньше. Фонд наш называется «Безопасный дом». Почему? Потому что мы считаем, что безопасность – такое базовое право и потребность каждого человека. И считаем торговлю людьми и насилие такими самыми страшными преступлениями против человека. И пытаемся создавать безопасное пространство для своих подопечных. Мы работаем с группами риска и с пострадавшими. И работаем мы больше, чем в 15 регионах России в разной мере. На самом деле пострадавшие у нас бывают и из других регионов. Это те регионы, в которых у нас какая-то есть более системная деятельность. Вообще у нас в фонде 5 программ, которые мы реализуем постоянно. И еще бывают проекты, которые мы реализуем в зависимости от наличия какого-то дополнительного финансирования. Поскольку у нас нет никакого стабильного источника финансирования, существуемого за счет частных пожертвований и различных небольших проектов. И самое главное, что я хотела бы сказать. У нас не такое большое количество человек получает помощь. То есть каждый год мы оказываем помощь порядка 20-30 до 70 пострадавших от торговли людьми и несколько сотен групп риска. Почему? Потому что мы стремимся к тому, чтобы оказывать комплексную помощь. И эта комплексная помощь на самом деле очень занимает большое количество времени. Иногда занимает годы. Почему? Потому что люди, оказавшиеся в ситуациях торговли людьми, либо люди из уязвимых групп, это люди, которые на протяжении длительного периода своей жизни очень часто жили так, что они не могли своей жизнью распоряжаться, не могли принимать никакие решения. Не чувствовали, что что-то зависит от них. И люди часто не способны принимать решения, не знающие вообще, что они хотят. И иногда травмированы настолько, что им просто нужно очень длительное время, чтобы прийти в себя. Поэтому что мы делаем? Мы оказываем комплексную помощь. Мы составляем индивидуальную программу реинтеграции, помощи, поддержки, сопровождения, которая включает очень разные виды помощи. Это может быть и медицинская помощь, которая бывает иногда очень сложной, потому что очень много бывает медицинских последствий, очень длительных, которые очень долго надо лечить. Это очень долгая психологическая помощь, иногда год и больше, чтобы человек вообще как-то смог дальше жить. Это социальная поддержка. Это у нас есть программа наставничества. У нас бывает индивидуальное сопровождение. И самая-самая главная наша цель – это изменить ту жизненную ситуацию, которая когда-то человека привела к тому, что он стал пострадавшим в торговле людьми, либо который может привести. И мы верим в то, что у каждого человека есть свой путь, который нужно найти, и с которым он сможет справляться в рамках, в мере тех возможностей, которые у него имеются. И в частности, очень большое количество пострадавших, например, была проблема в том, что они согласились на эти предложения, потому что они не могли трудоустроиться у себя в регионе с тем образованием, которое они имеют. И в связи с этим мы стараемся определить вместе с ними всегда, что могло бы помочь им изменить эту ситуацию. И дать им эти возможности. То есть мы обычно оплачиваем какое-то обучение, какое-то образование, стараемся, чтобы человек смог получить какую-то специальность. Может быть для начала что-то несложное, не требующее больших временных затрат, но чтобы он мог начать зарабатывать и становился более самостоятельным, более уверенным в себе, то есть чтобы он мог что-то делать сам уже по изменению своей жизни. И вот это такой очень длинный процесс, потому что еще бывает у людей, долго находящихся в ситуации торговли людьми, такая выученная беспомощность. Они уже смирились с тем, что они ничего изменить не могут. У них бывает проблема с злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Это тоже очень сильно влияет, из-за этого они часто нуждаются в большем времени, чтобы начать менять свою жизнь. Но тем не менее мы это делаем. Потом у нас есть еще такая программа, которая реализуется в интернете. Мы решили последовать примеру преступников, которые сейчас ловят пострадавших в интернете, и ловить группы рисковых пострадавших тоже в интернете. У нас есть такой веб-сайт, на котором размещены 4 интерактивных теста, пройдя которые можно выявить какие-то проблемы, которые могут быть пока скрыты, и которые можно сразу не заметить. Но я здесь долго не буду рассказывать, можно сходить и посмотреть. Потом у нас есть такая программа, которую мы делаем с нашими подопечными украшениями. Часто она вызывает очень много вопросов, про нее многие знают. У нас часто спрашивают, как ваши браслетики связаны с торговлей людьми. На самом деле это способ установления контакта, это арт-терапия. И вообще это программа социального предпринимательства, потому что мы реализуем эти украшения. И у нас 50% дохода получают непосредственно люди, которые их делают. То есть каждый автор, это возможность для них заработать какие-то деньги и самим как-то вкладываться в изменения в своей жизненной ситуации. Возможность получить какой-то первый опыт иногда вообще по этому изменению. И остальные 50% идут на организацию занятий. Наказание и помощь – это еще привлечение средств для организации и привлечение внимания к проблеме, потому что делая эти украшения и рассказывая об этом, мы рассказываем в том числе о проблеме. Здесь есть маленький ролик, я его хотела бы показать, потому что он хорошо в течение минут рассказывает, как связаны браслетики с торговлей людьми. Это Лидия. Она родилась в маленьком городе в бедной российской семье. Когда Лидии было 7 лет, отец ушел от них, а мама начала пить. В 13 лет сестра Лидии продала девочку в публичный дом. Ей не позволялось пригадать помещение, где она должна была обслуживать клиентов и где ей насильно давали наркотики. Путь спасения для Лидии начался, когда она открыла для себя программу «Дживол Герлз». Там она прошла тренинги по безопасному поведению, тренинг финансовых навыков, получила психологическую и социальную помощь. Она научилась делать красивые украшения. Продавая их, Лидия получила возможность заработать немного денег. Сегодня Лидия посещает школу и мечтает стать парикмахером. Часть денег с проданных украшений возвращается в программу «Дживол Герлз» для того, чтобы другие имели такие же возможности, как Лидия. «Дживол Герлз». Спасибо, что вы знали. И буквально последние несколько у меня осталось слайдов про то, что мы делаем. Мы проводим тренинги для специалистов совершенно разного профиля, которые могут столкнуться с группами риска, с пострадавшими, либо которые могут делать такие же программы, как и мы в других регионах России. Мы занимаемся повышением осведомленности. В частности, это мероприятие сегодня у нас тоже мероприятие повышения осведомленности, когда мы рассказываем вообще о том, что из себя представляет проблема. И здесь есть еще один ролик, который как раз-таки говорит о том, как вы можете помогать. Москва, «Салит». «Салит» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 как-то взаимодействовать? Мы подаем на вообще различные возможности финансирования почти на все. Единственное, что мы получили, у нас был грант правительства Москвы в прошлом году, небольшой, на превентивную программу, но там такая огромная отчетность и такой маленький бюджет, что мы пока больше не подаем на нее повторно, к сожалению. Но это очень большие затраты, это нужно на огромный штат сотрудников, которые будут заниматься только отчетностью, сбором всей документации. То есть, ну, это немножко неоправданно. Если гранты, да, в принципе, о проблеме говорить. О проблеме говорим, когда можно и где можно, в общественную палату ходим, когда они проводят на эту тему какие-то совещания. Ну, вот пока мы не видим большого результата. Вот мы видим, что интерес снизился со стороны государства к этой проблеме, то есть раньше он был больше, и поэтому мы больше сосредоточены сейчас на, например, повышение осведомленности на разговоре с людьми, потому что люди могут на разговоре с бизнес-компанией, потому что бизнес-компании активнее откликаются, например, делают корпоративные заказы наших браслетиков, которые могут в итоге нам помочь реализовывать какие-то программы. И это происходит более быстро и эффективно. Ну, а все-таки вот порнография или конструкция, они же не сводятся целиком к сексуальной саблотации? На наш взгляд сводятся, но тут есть разные цифры. Это тело отдельной элепции. Вопрос такой, то есть на какой, скажем, процент людей, занятых в этой сфере в России, действительно подберяются безусловной и прямой эксплуатации? Никто это прямо не мерил. Это очень сложно измерить, это очень большое дорогостоящее исследование. И в других странах, даже там, где мерили, там есть разные позиции. До сих пор как бы нет единой, естественно. Ну, это нормально, потому что… Ну, мы обычно говорим, что люди, которые продвигают позицию добровольности оказания своих услуг, так или иначе в этом заинтересованы. Это либо сутенеры, либо клиенты. Вот, иначе, как бы, ну, зачем это нужно? Вы сказали, что власти закрывают на эту проблему в России глаза. Как вы думаете, почему это? Сложно сказать. Это касается не только наших проблем, всех социальных проблем, что у нас с темой насилия происходит. Тут много разных есть мнений. Мы не тратим много времени на то, чтобы искать какие-то ответы на такие вопросы. Если бы нашли ответ на этот вопрос, была бы решена эта проблема. Неизвестно. Если нет. Если нет, то есть поселение вопрос, наверное, на этом. Так, да. Так, может, давай, мы там есть еще вопрос. Как я обычный человек, не являясь волонтером, могу помогать, кроме покупки проспетиков? Вы можете распространять информацию про фонд, распространять информацию про проблему. Очень-очень много всего можете делать. Можете не покупать товары, произведенные с использованием рабского труда. Это уже будет большой вклад. Еще, а как это можно, например, есть какие-нибудь методики или вроде того, как-нибудь, чтобы выявить людей, которые попали в рабство? То есть мало кто, ну, мало кто сможет, найдет себе силы, говорить об этом. Есть ли возможность как-то? Ну, естественно, да. Лично человек вряд ли определит вот так вот сходу, там, рабство это или нет. У нас есть опросник, который очень большой, очень длинный, такое серьезное интервью, на основании которого мы определяем статус. Это интервью составлено на определении, как раз данном в Полермском протоколе. И, ну, это да, это такой процесс, который требует подготовки. Но если у вас есть подозрения, тут лучше перестараться и направить человека, например, к нам, дать ему какие-то контакты, либо позвонить нам и рассказать об этом человеке. Спасибо большое. Давайте мы уже... Спасибо.